Ночной дождь не прошел без последствий для городской инфраструктуры. Так вода после ливня разрушила участок дороги рядом с домом 126 по улице Дальневосточная. По ней двигается большой поток автотранспорта жителей прилегающих домов. Дождевой водой разрушила не только дорожное полотно, но и тротуар. Сейчас здесь глубокая яма. Поврежденный участок огородили, сотрудники тепловых сетей устанавливают причины обрушения грунта. Нас посвали с заданием осмотреть данный участок на все происшествия. И мы осмотрели свои участки по СТ. У нас проблем нет. После тщательного осмотра ливневки рабочие сделали вывод, что тепловые коммуникации не стали причиной обрушения. Источник провала может быть в другом, говорят местные жители. Год назад здесь сделали ремонт, земляные работы проводили, бросили, не доделали. Тротуар был здесь когда-то. А после дождей это все размывает, все смывает. Кусок земли сейчас смывается, ручьи бегут. Бордюры валяются, все валяется. Как бы не доделано. И действительно, на обочине можно видеть мраморные и бетонные бордюры, которые предназначены для ремонта проезжей и пешеходной части. По мнению специалистов, которые прибыли на поврежденный участок дороги, если в ближайшие дни в Иркутске продолжит идти дождь, то подобное обрушение может случиться еще на одном участке. Буквально в двух минутах ходьбы от этого. Видно, как рядом на дороге уже просел грунт под асфальтом, а ограждение отошло от покрытия. Тем временем, по прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки дожди продолжатся. Виктор Амзакин, Юрий Рябчиков. Новости сейчас.